Субтитры делал DimaTorzok Я приехал, у меня гостиницы нет, я приехал еще в пятницу После этого я в понедельник вышел, когда она работает Она говорит, что у тебя за бескончилось Я говорю, что вы делаете? А что вы делаете? А что вы делаете? Что вы делаете? Плать! 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 Саночки... Вращуй... Вращуй! Вращуй! Вращуй... Мы пошли! Эй-эй-эй! Куда пошли! Мы в главе! Дедушка! 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 Марина! Привет, Ваня! Мариш! На день рождения опоздаю! Не опоздаю! Мариш, нас ждут! Идите, я вас догоню! Мы будем на площади! Что-то есть хочешь? Ничего, с ОМОН едимся! Больно долго ждать! Сейчас к Вальке зайдем, что-нибудь навынесет! Ну что, баламут, жрать охота? И мне тоже! Как подумал про соновские пирожки? Слюньки текут! Мне бабка ничего не дала! Чего, говорит, зря продукт переводить, раз ты в гости идешь! Хитрая у тебя бабка! Да хитрая-то она хитрая, но всю свою жизнь под откос пустила! Ни кола, ни двора! Пятерых вырастила, ни один ни копейки не шлет! С ОМОН! С ОМОН хорошо, в рубашке родился, в импортной! И родители деньгу зашибают, и красавчик, и голова на пятерке работает! Заведущий ты, Валька! А ты нет! Все люди заведущие, только одни про это честно говорят, а другие делают вид, что они незавидливы! Ну, что мне завидовать? Кого хочешь, баранья рог согнул? Сила не деньги, на нее масла не купишь! Рыжий, что главное в человеке... Сила! А вот Валечка ее не уважает! Ну, ладно тебе, ну, отпусти! Ну, хватит! Нет, не пущу! Ну, что-то как это-то, ну, отпусти! Нет, не может быть! Ну, отпусти! Ни за что, Валь! Отпусти! Смотрите, Шмаково! О-о-о-о-о! Ну, Шмаково ты даешь! У тебя ж таких брюк на руках носить надо! Ну, все-все-все, Сомов отпадет! А мне на Сомова наплевать! Ну, что-то незаметное! Ну, что делать, если Сомову нравятся только внучки-миллионеры! А на меня он даже не смотрит! Каких миллионеров? Как каких? Бессольцев! Это западочек-миллионер! Ну, ты и сказала же! А вдруг картины, которые он собирает, ценность? Дедушка, догони! Дедушка, догони! Дедушка, догони! Вот, сейчас догоню, сейчас догоню! Дедушка, догоню! Дедушка, догоню! Дедушка, догоню! Дедушка, догоню! Дедушка, догоню! Любит Бессольцева детишки! Совсем обеднял! Зато картину покупает! Коллиционер! Точно, я читал! Миллионеры всегда бедно одетые ходят! Потому что за копейку удается! Да какое он имеет право! Картина это народное добро! Искусство принадлежит народу! Миллионеры! Я бы тоже от миллиона не отказался! А зачем тебе миллион? Да что ты будешь с ним делать? Я не знаю, что мне без миллиона делать! А с миллионом мы как-нибудь разберемся! Да, Шмак? Да, Стань! Жизнь невозможна! Я повернусь назад! Будем Миронову ждать! Да кто такая Миронова? Да плевала я на Миронову! Кнопка и все! Ну что, Рыжий, что главное? Ребят, Миронова! Привет, железная кнопка! Ой, привет! Перебивщик в Молочном! Где? Иди сюда, Васильев! Иди-иди, не бойся! А я и не боюсь! Оп! А, ты! Отстань! Перебежь! Ты к Сомову пойдешь? Не пойду я к Сомову! Почему? На хозяйство брошен! А если честно? Надоел мне ваш Сомов! Надоел? А за измену знаешь, что бывает? Атас, Маргарита! Здравствуйте! А вы испугались! Ну что за манера подкрадываться? Испугались! Барышки, что это вы все такие нарядные-то? Боже, вы шмаковы! Ты просто взрослая барышня! А вам нравится мой костюм? Нравится! Кто тебе его пошел? Известно кто! Моя мама! Ну кто тебе за язык-то тянет! Может мне его из Москвы прислали? Тебе идет! Миронова! А ты чего отстаешь? Я тряпок не люблю! Извините, Маргарита Ивановна, мы опаздываем! Ой, а куда это вы опаздываете? К Сомову! По случаю видания! Чего? По случаю видания! А-а-а! На день рождения! Ну передайте ему привет! Обязательно! Да, ребята! Передайте ему от меня! Что я желаю ему! В общем, чтобы он всегда оставался таким, какой он сейчас! А вы уезжаете? А я уезжаю! Хочу мужу показать пары! Потому что он еще ничего не видел! Сейчас! Щеливо, ребята! До свидания! До свидания, Маргарита Ивановна! А с нами никогда до Поленова не доберется! Тебе нравится ее фигура? Нет! Ей джинсы не лечат! Деревня! Джинсы всем лечат! Просто у нее не фирма! Откуда у нее деньги на фирму? Она же не ворует и взяток не берет! Пускай берет! Что думаешь, учителя взяток не берут? У тебя, что ли? Тебе, что ли они легудой от Майорро? Да че-то у меня у людей! Ребят, бессоль то ли! Ребят, бессоль ты! Бессель Это акцент! Что это? ПО reef! ПО如何? ПО enrolled Pilot мальчиком Бессель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это центральная площадь города. Проходите, пожалуйста, товарищ, побыстрее к автобусам. Здесь мы задержимся на несколько минут и уезжаем в гостиницу, где нас ждут с обедом. Окрестности сохранили много памятников, позволяющих проследить основные пути развития русского зодчества 15-16 веков. Находящиеся под охраной государства, эти памятники являются бесценной сокровищницей. Субтитры создавал DimaTorzok Что делается? Поскорее, товарищи! Мы опаздываем! Поскорее! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вытришь. За что не тебя? Я чучела. Я урод. Я предательница. Это не правда. Это не может быть правдой. Лена! Я уезжаю, дедушка. Куда это ты уезжаешь? К маме. Никуда я тебя не отпущу. Кто сказал, что ты урод? Ты очень красивая девочка. Зачем ты врешь, дедушка? Ты очень симпатичная. Что ты в этом понимаешь? А когда вырастешь, вообще будешь красавица. Да пока вырастешь, десять раз умрешь. Мне сейчас надо. Да что трясло, в конце концов? Дедушка, купи себе новое пальто. И не кричи на меня. Во-первых, я не кричу. А во-вторых, могу покричать. Я твой дед. Никто никогда не будет на меня теперь кричать. Пусти, я уезжаю. Никуда я тебя не пущу. И никуда ты не поедешь. Уйди с дороги. Сейчас. Сниму ремень. За платочник. Дедушка, прости меня. Я всегда что-нибудь не так делаю. Ты простишь? И не подумаю. Ну, деда, ты простил меня? Ничего я тебя не простил. Я же по глазам вижу, что простил. Ничего себе. Родному деду чуть было голову не снесла. Вот и неправда. Я же мимо бросала. Кто тебе сказал, что ты предательница? Сама знаю. Кого ты предала? Ты все равно не поверишь. Поверю. Я тебя предала. Меня? Вот смешно-то. Ничего себе придумала. Когда ты меня предала? Сразу. Сразу, дедушка. Как только приехала и пошла в эту школу. В первый же день. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Васильевич. 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 Мы не кусаемся! Здрасте, здрасте! Ребята, у нее рот до ушей, хоть завязочки пришел. А я тоже так могу, у меня тоже до ушей. А у меня еще лочи. А ты чья такая? Ребята, это внучка Заплаточника. Заплаточника? А почему вы его так прозвали? А что здесь такого? Меня прозвали худым, а его рыжим. А твоего деда с Заплаточником. Звучно? Звучно! Значит, вы хорошо знаете моего дедушку? А как же, он у нас знаменитый. Очень знаменитый. Как-то в личной беседе я спросил у вашего дедушки, почему он не держит собак. И он ответил, я не держу собак, чтобы не пугать людей. Здорово! Еще бы не здорово! Мы его слова всегда помним, когда яблоки у нее в саду. Собираем! Собираем! Он добрый? Да, добрый. Моя мама ему на пальто заплатки пришивала. Она ему говорит, вы бывший офицер, вам заплатки ни к чему. А он ей отвечает, у меня лишних денег нет. Ты, Бабов, ты думаешь, что он жадный? Да какой он жадный? Да у моей бабки этот, 300 за картину отвалил. Она чуть не умерла. А на картинке-то тетка с буханкой. Женщина с караваем хлеба. Передай своему дедушке, что мы его все поздравляем. И что у него внучка точно как он. Да, мы с дедушкой два сапога пара. Ну и что? А меня так дразнили макарона. Я худой был. Я ж тогда ничего не понимала. Я ж думала, что они мне рады, а не смеялись. Ну ладно, а дальше? Дальше? Дальше я увидела Димку. Какого Димку? Сомова. Здравствуйте. Здрасте. А я теперь буду учиться с вами. Ах ты чучела! Сам ты чучела, я не огородная, а самая обыкновенная рыжая. Понял? Повтори. Понял, понял. Я обыкновенная рыжая чучела. Сдаюсь, сдаюсь. Маргарита Ивановна! Здрасте, Маргарита! Ой, Маргарита Ивановна, здравь. Здрасте, Маргарита Ивановна! Здравствуйте! Ой, какие вы огромные стали! Загорелые какие! Не узнать никого. Так, у нас новенькая? Да. Ну хорошо, подожди, я тебя сейчас посажу куда-нибудь. Маргарита Ивановна, это правда, что вы замуж выходите? Да, правда, выхожу замуж. Маргарита Ивановна, а кто ваш муж? Человек. А у вас есть его фотография? Он в Москве живет. Красивый он, высокий? Не пьет, не курит. Угощайтесь, девочки! Ну что вы? Угощайтесь, угощайтесь! Да не стесняйтесь, берите. Алло! А что вы тут шумите после звонка? А мы конфеты едим. Во время урока? Угощайте, Миронова! Здравствуйте, Маргарита Ивановна! Здравствуй! Спасибо! И, ребят, Миронова права. Садитесь все на свои места. Давай с моего места. Тебе чего? Сейчас к Сомову сядет. У тебя место свободное? Как сказать? Можно я с тобой сяду? Шмакова! Тут новенькое твое место занять хочет. Ты не против? Я лично не против. Люблю перемену мест. Так что, Димочка, чао-какао. Ну и чучело. Шмак, вот давай ко мне. С этого момента, Попик, ты мой раб. Ребята, у меня к вам сообщение. Извините, пожалуйста, Сомову можно? Сомик, к тебе. Сомов? А зачем вам Сомов? А у нас после уроков редколегия. Редколегия, вот после уроков и придете. Красиво. Ребят, на осенние каникулы мы все поедем в Москву. Тише, тише. Автобусы дадут шефы, жить будем в интернате, а деньги на развлечения на театры возьмете у родителей. Опять на родительские. А что ты предлагаешь? А он не знает, что он предлагает. Он просто перед новеньким вставляется. Нет, знаю. Давайте на поездку заработаем сами. Вот точно. Маргарита Ивановна, я скажу. Пожалуйста. Мне дедушка много рассказывает про ваш город. Вы все такие хорошие. Я поддерживаю предложение Сомова. Ребят, мне нравится предложение Сомова. Только не подведете. Нет. Честно. Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна. А можно? А можно это будет трудовой десант? Можно. А почему3-5-5-0-1-0-2-0? Абьяио! Ну что ты вообще говоришь, говоришь? Что ж ты в доме как-то? Подхожусь мать. Абьяио! Ему сапоги надо носить. Ладно, идите, она сейчас придет. Надо ж туфелька. Чучело. Садись. Спасибо. Снимай туфли. Ты простудишься? Я? Меня в дорогу не расшибешь. Держи. Вот уж действительно чучело. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ой, не могу, лыцарь тут нашелся. Ха-ха. Девочки, глядите, лыцарь. Ой, батюшки. Хватит вам женьховаться. Мы ж так, кажется, работать приехали. О. Можешь сводку прислать, а? Ха-ха-ха. Можешь сводку даже шорохи. Все здесь замерла до утра. Ой, я подопривала. Ничего, я тебе дам тряпочку, Сомик тебе пришьет заплаточку. Будешь так твой дедушка заплаточник. Баба-баба-баба-бара. Хорошо сиди, как бы еще и не работа. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Чучело? Да. Глядите, отвлекается. Ха-ха-ха. Свистню свою, дед, картину, а? Мы ее продадим и вкалывать не надо. Ха-ха-ха. Картины? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так ведь он же не переживет. Он же ведь выжил только потому, что начал их собирать. Так мы же ему их и продадим. Ха-ха-ха. Ничего себе шутки. А он же у нас добрый. Ему для людей ничего не жалко. Ему без денег даже будет лучше. Верно, Чучело? Верно. Он добрый. Нищие все добрые. Я читала. Ха-ха-ха. Ты думаешь, я бросилась на них с кулаками? Наоборот, я стала тебе остыдиться. Я даже в подворотню пряталась, когда тебя видела. Послушай, дедушка, а может, ты замечал, как я от тебя прячусь? Нет-нет, не замечал. Не замечал? Значит, если бы ты был настоящим нищим, голодным и оборванным, то я бы тебя бросила. Я предательница. Говорю тебе предательница. А может, это он из-за меня? Ведь он был такой... Дедушка, он был такой, как в книжке. Никого не боялся. Он всегда был первым. У него такие глаза, что я даже удивлялась, какой он герой. Что я даже удивлялась. Смотри, Вайка! Бобик, Бобик, Бобик! Здорово, ребят! Привет! Шарик, шарик. На, 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 иди сюда. Кому сказала? Здравствуй, Вай! Ой, какая у тебя собака хорошая! Только что это ее так колоть? Она не заболела? Замерзла. Пусти. Кому сказал пусти? Опять? Пусти. Я же тебя предупреждал! Ой! Куда? Поводок! Мой поводок! Ой! Да, да, да! А я опять струсила? Ничего, смело сделала наживное. Я у этого Вальки уже третью собаку отбиваю. Он их порублю, на живодерню сдает. Как на живодерню? Обыкновенно, на мыло. Как на мыло? Ну, как тебе объяснить? Я и сам толком не знаю. Но только собачье сало на мыло идет. Ну, иди под этот Валька! Он же тогда живодер! А ты герой, да? Почему герой? Ты что, никого не боишься? Ну, это как сказать. А знаешь, почему ты такой умный? Почему? Потому что ты очень скромный. Поэтому ты такой красивый. Правда, правда. Ты что, влюбилась в меня, что ли? Не знаю. А почему ты спрашиваешь? А что, нельзя? Можно. А ты согласился бы со мною дружить? Ну, давай. На всю жизнь? Давай. Ты что, наверное, думаешь, что я дурочка? Опять, да? Петька! Петька! Ну, чего? Петь! Ну, иду! Ты кого больше любишь? Папу или маму? Он не уважает родителей. Его надо воспитывать. А про эту собачку, молчок. Договорились? Той! Отстань ты! ХА-ха-ха! Шеводеры! 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 Первая зарплата трудового десанта! Маргарита, сын! Молодцы! Едем в Москву покупать гостинцы! А ведь правда мы на эти деньги можем купить логикафон для кладки, да? Наши кровные! Димка, ведь сами заработали сами, да? Силую 330 и 380 ньютонов. Два противоположную сторону с силой 340. И вы о физике-то не будете! В этом же направлении... Тихо! Тебе сказано! Ты сам говорить будешь! Тихо! Сейчас урок литературы. После уроков у нас работа в детском саду. Шефская! Работа? Какая работа? Что? Кто не хочет, может отваливать. Обойдемся! Опять сам работать! Я не ломовая лошадь, чтоб бесплатно работать. Государства у нас богаты. Тихо! Ребята, я вас сейчас сильно удивлю. Вы знаете, чем занимается наш Валька? Чем! Вальчик, я тебе тут портфельчик принес. Здравствуйте, дорогие дети. Здравствуйте! Здравствуйте! И ты повторно здравствуй. Извините, я курю. Подслушивать, конечно, нехорошо. Конечно! Ну, я слышал ваши разговоры и понял ваши разногласия. Оказывается, некоторые из вас стремятся работать, тогда как большая часть коллектива желает культурно-массово, так сказать, смыться в кино. Конечно! Я думаю, меньшинство должно уступить. Таков закон коллектива. А на это не обращайте внимания. Это, как говорят французы, no problem. И все. И вы свободны. Как ветер. Я бы с вами поговорил. Некогда. Димочка. До свидания! До свидания! До свидания! Будьте здоровы! Счастливый путь! Сомов! Димочка, Сомов! Дим, Дим! А может, правда, в кино, Дим? Ну, нельзя! Ну, почему? Мы же Маргариту подведем. Ну, что ты раскомандовался-то, а? Ну, что ты раскомандовался? Ты что, начальник, мы твои слуги, что ли? Ребята, вы хотите в кино? Конечно, хотим! Конечно! Ну, пошли, какие проблемы! Пошли! А у меня денег нет! И у меня тоже нет! А я тебе одолжу! О-о-о! А я всем одолжу, у кого нету! Нет, товарищи! Значит так! Легенда такая! Мы пошли проведать больную физичку! Как Димуровцы! Идем через черный ход! Парами! За ручки возьмитесь! Мы и Димуровцы! Мы сля? Миронова! А ты чего сидишь? А я в кино не пойду! А сила у нас на что, а? Лохматый на бордаж! Возьми-ка портель! Не подходи! Опа! Спусти! Пусти! Пусти! Осторожно уроню! Пусти! Дубина лохматая! Дорогу к носке! Дорогу ей! Пусти! Пусти! Пусти сама поеду! Да тихо ты! Пусти! Пусти! Димка забыл свой сундук с драгоценностями! Пусти! Пусти! Тяжелая… а что бы ты купил, если бы это были все твои деньги? Мотоцикл, два шлема. А почему два? А почему вы не пошли в кино? Ну, я не пошла, потому что не хотела. А я как ты. А почему ты не хотела? Ну, ты мне не нравишься. Почему? Потому что кончается на ум. Подрастешь, поймешь. Атас, Маргарита. Стойте! Стойте! Я копилку забыл. Ты что? Дурак! Я ж собру! Я сбегаю! Ну, что ты, действительно, недотепа какая-то! Ладно, я сам сбегаю. Ждите меня за углом. Мне не больно. А мне не больно. Что ты молчишь? Куда вы все ушли? Ну, ведь Клавдия Васильевна заболела. Ну, и что, что она заболела? Ведь я же написала на доске, что будет урок литературы. Значит, кто-то стер. Да не кто-то, а вы. Не люблю, когда врут. Я тоже не люблю, когда врут. Да? Тогда скажи мне, куда вы все слиняли? Так, кажется, у вас это называется? Что молчишь? Трус. Я трус. Я? Ты. Жалкий, ничтожный трус. Это не честно, Маргарита Ивановна. Извините, но не честно. Да, ребята знали, что будет урок литературы, но надпись стерли и ушли в кино. И это я придумал версию, что мы пошли навестить больную физичку. Ну, спасибо. Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Ай да, Сомик! Вот будет дело-то! Не боись! Мы-то что? Мы-то с тобой в порядке. По одному. Я сначала думала, что Димка им все сразу расскажет, но он ничего не сказал. Ребята ждали нас около кино. И в кино я тоже ничего не видела. Я все думала про Дюмку и Маргариту. Я думала, что он после кино им все расскажет, но и после кино ничего не сказал. А потом я решила, может, он захотел со мной посоветоваться? Ведь я же его ближайший друг. Какая я дура! Если бы я ему все сразу сказала, что я знаю, то он бы сознался! Ведь он же любит, чтобы его любили, чтобы он восхищались. Он думал, что он герой, он тогда не знал, что он трус. Поход не знал. Но я же тогда тоже не знала, что я стану предателем! Какой же ты предатель, когда все это сделал он? Замолчи! Если б ты был в нашем классе, ты бы еще не так испугался! Ты вообще даже собак боишься! Я не буду ничего больше рассказывать! Не надо! Не надо! Не желаю слушать! Не рассказывай! Свои глупости! Что было дальше? В школе-то узнали обо всем? Здравствуйте, Александр Васильевич! 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 объявить выговор. Довести о случившемся до сведения родителей учащихся. Автобусы уходят! По машинам! По местам! А что это когда включите на нас? Мы же люди, а не служебные собаки. Я же сказала, сели на место! Быстро! На место! Что, по местам до автобуса уходят? Сели на место! Без Сольцева непоясничий не поможет. А я не поесть ничего, я просто испугалась. Сядь! Маргарита Ивановна, мы на автобус не опоздаем. А вы не опоздаете, потому что вы никуда не едете. Как не едем? А вы же уже повеселились? На двойку по поведению. А мы со Шмаковой в кино не ходили. Сядь, поставь чемодан. Я догадался, вы нас просто пугаете. Да? Что это ты взял? А почему вы так давно в платье? Так я-то еду в Москву? Это вы не едете? Это не честно, Маргарита Ивановна. Директор объявил выговор и вам, и нам. А теперь вы едете, а мы нет. Васильев, ты действительно так считаешь? Да. Или прикидываешься? Я не прикидываюсь. Я имела право уехать в Москву гораздо раньше. Я задержала свой отъезд для того, чтобы иметь возможность поставить вам лишних три-четыре пятерки. Чтобы доказать, какой у меня необыкновенный класс. И в Москве, между прочим, на меня обиделись. Нам не нужны ваши лишние пятерки, так что зря вы не уехали. Как вам не стыдно? А что нам стыдиться-то? Мы ничего не украли. Ну так мы в Москву поедем или нет? Так вы что, вы, может быть, нарочно просто меня подвели, чтобы... Вы нарочно сорвали урок для того, чтобы меня подвезти? Да. Мы нарочно. А мы в Москву не хотим. Мне не о чем с вами разговаривать. Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Что мы особенного сделали-то? Маргарита Ивановна, это несправедливо, Маргарита Ивановна, а несправедливость детей. Только обристочает. Это вам и Сухомлинский скажет, и Макаренко. Вот вы посмотрите по телеку, контрольную для взрослых, и все поймете, что вы делаете. Да сядь ты, Сухомлинский! Поздно спохватились. Кто стукнул про кино? Придурки! Кто стукнул? Кто? Кто? Мариш, не надо. Ну что ты? Знаю чего. Я молчу. Ну что ты в самом деле? Че смотришь? Знаю, что смотрю. Ну чеши отсюда. А я знаю, кто предатель. Кто? Говори, кто? Дадим ему три минуты на размышления. Одна минута прошла. Не сознается? Ему же хуже будет. Сознавайся, предатель! Ну! Лохматый встань около двери, а то он еще сбежит. Говори, Димочка! Говори, Димочка! Говори, Димочка! Да че ты все кричали? Пристаньте! Подходите ко мне по очереди. Я буду проверять ваши пульсы. Посмотрим, как сейчас бьется сердце у предателя. Так ты не знаешь, кто он? Узнаю. А может быть, кто-нибудь другой знает? И другой не знает. Не твоего могила это, попик. Подходите ко мне по очереди. Проверяй! Становитесь друг за другом! Друг за другом! Пусть я вырасту у Родины. Пусть всю жизнь буду чучелом. Пусть я умру. Нормальный. Следующий. Нормальный. Следующий. Нормальный. Следующий. Нормальный. Следующий. Нормальный. Следующий. Пусть стоп. Сколько надо? 70! Это он! Они же в кино со Шмаковой не ходили! Да ладно, хватит, хватит вам. Отстаньте вы от Попова. Какая разница, он это или не он? Все равно Маргарита бы все узнала. И нечего искать козла отпущения. Большая разница. За предательство знаешь, что бывает? Ах, как страшно. Попов, рассказывай. А что, он расскажет еще как расскажет. Только может, это кому-то и не понравится. Послушайте! Это сделала я! Я догадался. Ты нас разыгрываешь. Как же тебя угораздило. Несчастная ты чучела. Как? Да вот так и угораздило. Я же шла в медпункт. Точно. Ну вот, встретила Маргариту и все ей рассказала. Вот так и получилось, видите? Песольцевый бойкот. А что это такое? Сейчас узнаешь. Никто. Слышите, никто не должен с ней разговаривать. Пусть она почувствует наше всеобщее презрение. А тому, кто нарушит клятву, мы объявим самый жестокий бойкот. Наш пароль бойкот предателю. Ребята, а встань к сингу, да? Жалко мне моих, они так хотели поехать. Смотрите, смотрите. Маргарита с цветами. Невеста. На нас смотрит. Улыбайтесь. Пусть она не думает, что мы отбросили копыта от переживания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Можешь плюнуть ей на голову. Машет, машет нам. Может быть, зовешь, чтобы мы ее поздравили? Замахалась. Мельница. Ребята, я догадался. Она передумала. Мы едем. В Москву. Мельница. 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 Даме место! Даме место! Мясо! Мне что-то важное хотелось сказать. Если б я, дура, не рассмеялась, то б он мне обязательно сказал. Но я рассмеялась, дедушка! Рассмеялась, понимаешь? Мне последний раз было весело. Дедушка, неужели мне больше никогда не будет весело? Неужели жизнь прошла? Ура! 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 Остановите! Остановите! Ну что, теперь поняли? Поняли, что вы натворили, а? Не волнуйтесь за нас, Маргарита Ивановна. Мы ей объявили бойкот Бессольцевой. Кому? Какой бойкот? Что за бойкот? Маргарита Ивановна, у вас пятно. На платье? Да знаю. Ладно, пропало платье. Ничего. Теперь уж мне не до платьев. Вессольцева, скажи, за что тебя объявили бойкот? Мы играем. Да вроде как замрили. Маргоша! Поехали! Что это вам? Вы сами? Маргарита Ивановна! Вы сами виноваты! Теперь пеняйте на тебя! Маргарита Ивановна! Я говорила вам! Вы сами себе испортили каникулы! Вот я приеду, мы разберемся с вами! Подлиза! Черт! Я не председала! Предательница! Подождите! Мы еще не разобрались! Разобрались и твердо решили, никакой пощады! Стойте! Бессольцева! Разве это ты сделала? Не ври! Скажи им, что ты пошутила! Молчи ты! Какие уж тут шуточки! Да, Димочка? Тебя Бессольцева надо сжечь на костре! Раньше за такие вещи сжигали! Разве это бойкот? Это уже не бойкот! Он с ней заодно! Тихо! Сомов! Ты против бойкота Бессольцевой? Молчит! Значит, против! Тогда ему бойкот! Мне? С этой минуты, Сомов, ты перестал для нас существовать! Вот и Сомик испарился! И ты против меня? Конечно! Я с предателями не вожусь! Бойкот Сомову! Бойкот Сомову! Бойкот Сомову! Бойкот Сомову! Поехали! 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 Смылись, а? Здрасьте. Что? Сейчас. Чай мне дадут попить. Когда ты успела все рассказать Маргарете? Я? Маргарете? Ты че смеешься? А ты заметила, как она сегодня разрывалась? И нас ей было жалко, и на свадьбу надо было. Хорошая она, да? Ты мне зубы не изговаривай. Когда ты ее успел все рассказать? А я ей ничего не говорила. Я некрасивая. А кому тогда сказала? Ой, да никому. Я теперь решила стать красавицей. Зачем же ты все рассказала ребятам? Ну, захотела и рассказала. Я ведь все под дверью слышала, когда Маргарета тебя поймала. Так ты из-за меня? Что ж теперь делать? Ну, че хочешь, то и делай. Че ты испугалась? Так ты что же, думаешь, что я трус? Я так не думаю. Честное слово, я так не думаю. Пошли к ребятам, я им все расскажу. Вон они. Где? Теть Клава, не выдавайте нас. Это игра у нас такая. Моря! Точно! Они где-то здесь, у меня собачий нюх. Орежь тебя, мама. Пошла она. Это не они? Ну, иду, иду. Чего тебе? Вы почему не уехали? Нас и взяли. Почему? Тебе не все равно. Я у отца уже твоему в Москву позвонила. А он что? Он сказал, что рад и ждет. Ты сказал ему, что я хочу у него остаться? Ну, чем тебе с матерью плохо? Сказал или нет, только не ври. Что ж ты? Хочешь мать совсем одну оставить? Чем скорее я уеду, тем скорее ты себе кого-нибудь найдешь. Одна не останешься. И не кури, и ты дрянь какую-то курит. Он же временно меня к тебе отправил. Я не могу здесь жить, не могу. Мама. Может, он сам, когда сюда приедет? Да не приедет он. У него каждый день симпозиум. И не реви. Никуда я от тебя не денусь, несчастье. И не кури, я кому сказала. Не идет к тебе. Ничего. Мотя! Она у меня узнает. Мотя! Мотя! Ребят, вы же из одного класса смойте. Чего вас в Москву-то не взяли? Ну, вы понимаете, так получилось. Мы убежали с уроку. Бессовестные. Вот не годники. Извините, до свидания. Дедушка, если я тебя спрошу, ты отнесешься к этому серьезно? Спрашивай. Ты обещаешь? Обещаю. Когда тебе было 12 лет, ты обнимал девочку? Я? Двенадцать? Должен тебе признаться. Не обнимал. Вот видишь, а он меня обнял. Как? Вот так, при всех. Так с ним шли по улице. А Светка, его сестра, такая вреднючая. Стала кричать, жених и невеста, жених и невеста. А я спрашиваю, кто? Она отвечает, Димка жених, а ты невеста. А мне понравилось, было приятно, что она так кричала. Это нехорошо. В каком-то смысле это даже замечательно. Правда? Жених и невеста, жених и невеста! Ты что здесь делаешь? А ну, иди на мой быстро. Димка жених, а Ленка невеста. Это Светка, моя сестра. Очень хорошенькая. Слушай, я решила оставить вещи и вернуться в парикмахерскую. Зачем? Я хочу сделать прическу, а то все косо-косо. Я тебя провожу. Ты знаешь, я подумал, что ребята не поверят, если я сразу признаюсь. Подумаешь, что я просто тебя вручаю. Лучше я сделаю это потом, без тебя. Как ты думаешь? Я думаю, как ты. А он что? Обрадовался. Ему понравились мои слова. И ты была рада, что опять ему помогла. Да рада! 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 Ты же сам говорил, что надо быть милосердным! Говорил! Успокойся! Ты у нас молодец! Я понимаю. Нет, не понимаешь. Почему? Не можешь. Только ты пока никому ничего не говори, а то получится, что я струсил. Не скажешь? Ну что ты? А я сам скажу. Вот стараешь любого из них и скажу. Ну я тебя жду. Угу. 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 Ну с доброй. Как выпить немножечко. У меня с мамкой денюшки. Тюм-тюм-тюм. Только ты никому не говори. Это тебе по секрету сказала, как подруге. Ты что собиралась купить в Москве? Ничего. Слушай, Миронова, почему ты такая? Какая? Вчера видела твою маму. Идёт в синем жакете под цвет глаз. Я отпала. Что с тебя взять? Ой, ой, какие мы идейные. А вы какие? Мы нормальные, без комплексов. Войны нет и ладно. Так твоя мама говорит? Слушай, кнопка. Железная. Если ты такая правильная, скажи, что тебе чучело сделала. Она, между прочим, всё честно сказала учительнице. Честность понятие растяжимое. Сказал честно, а сделал подло. Ты же знаешь, я не хотела идти в кино, но предать я не могу. Если ты сегодня предашь товарища, то завтра ты предашь. Ты читала книгу «Предателем становится» один раз? Прочти. А я не люблю про войну. А если это не Бессольцева? А кто? Неважно. У меня ко всем один счёт. Живёшь не по правде, расплата. Иначе. А хочешь, я тебя сейчас отлуплю? Как это? Обыкновенно. Вот так. Чё смотришь? Мама! Нигде нет. И дома нет. А лохматый Васильева поймал. Зачем? А он за чучело заступается. Пусти! Ну пусти, кому сказал, что ты пристал-то, ну! Ну ладно же. Что ты прёшь со своей мускулатурой? Шею сломаешь! А фонарел? Ты что, перебежчик? Молчишь? Ты читал книгу «Предателем становится» один раз? Я тоже против предательства! Но зачем же бить? Она же девочка! Ну и что, девочка, придурки! А вы знаете, что меня в Москве ждали? Кого? Меня! Вы тут привыкли, вам всё равно, а меня ждали. Ой, не могу, её ждали, москвичка вонючая. Ей там готовили оркестр, обед из трёх блюд. Ну кто тебя ждал? А вот и ждал! Кто? Трепло! Отец! Трепло! Отец у неё! Чё ж там, матерь, фамилию носишь? Заткнись! Да хватит, мам! А чё она заливает? Всем известно, что Нинькова отца у неё нет. Кому сказано, захлопни варежку. Не возникай, не возникай. Твоя очередь десятая. Когда надо будет, тебя позовут. Эй! Аккуратней! Ну, девчонки, ну вы что? Да, ну, хватит! Не сказывай! Ну, девчонки! Кончайте, кому сказано! Ну, не надо, ну вы что? Ну, не надо! Ну, не надо! Гляньте! Ничего себе выступает! Картина Айвазовского. Пионеры на сборе металлолома. Ничего себе, фасончик! Заходи с разных сторон. Она делает вид, что ей на нас наплевать. А что это там за красавица? И где, и где? Она нас не замечает. Леночка, это же мы, твои одноклассники. Валька, огонь! Прицел 120. Заходи с флангом. Отражай! Отражай! Да что хулиганишь? Я тебе сейчас в милицию отведу. Хулиганила, как я-то. Ой, извините, я не в вашу, я в ее. Да не одевай ты меня так. Какая тебе Мотя? Она гадина, а ты и прическу делаешь, дура. Что ты? Что ты постадилась бы при ребятах? Давай так, что ты? Не мешай! Не лезь в мои дела! Что это значит, не лезь в твои дела? Я тебе что, чужой, что ли, человек? Я все-таки, мать, не лезь в свои дела. Это игра у нас такая. Мы играем. Что вы делаете? Вы прическу ей сходите? Не уродушей. Что вы делаете? Пустите. Что вы делаете? Что вы делаете? Эй! Дима! Дима! Девчонок, не лезь! Я сейчас милицию позову! Милиция! Милиция! Ох! Ох, паразиты! Дрянек несчастный и бессовестный! Куда только ваша школа смотрит? Где ваша комсомольская организация? А у нас каникулы. Жизнь невозможно повернуть назад И время ни на миг не остановишь И обьянная ночь И родина в мой дом Еще идут старинные часы Чучело-предатель! 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 А-а-а-а-а-а-а-а! Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Что это такое, когда тебя гонят касаются? Выходит, если побежал, значит, ты уже виноват, да? Я поняла, что нельзя бежать! Нельзя бежать, когда тебя гонят! Нельзя бежать, если даже их много! Если они тебя бьют, нельзя бежать никогда, нельзя бежать черовно, нельзя бежать никогда! Васильев! Васильев! А где остальные? Известно где. Бессольцеву погнали. Не успел. А зачем они тебе? Разговор у меня к ним. Димка, ты им поможешь? Они её били. Разве это бойкот? А что же? Это уже не бойкот! Да не ной ты! И без тебя тошно! Плакса, слюнтяй, трус! Я не трус! 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 Плеваю на всех вас! А она не предатель! Она тебе нравится, да? Чего? Почему? Но ты ей веришь? Верю. А ты? А может быть ей уехать? Как уехать? Совсем уехать. Поговори с ней. Ведь они ещё её затраивают. Пока мы здесь с тобой трепемся, там её колосят! Бежим! Бежим! Продолжение следует...